Пророки 20 веков назад И по сей день И сколько бы не было отмерено нам Сколько бы не существовала наша Жизнь на земле Каждый раз мы будем открывать Библию Будем читать И будем понимать, что Именно про сегодняшний день Она не написана Я склонна верить Я верю У меня нет сомнений в том, что это было В том, что это есть И в том, что это будет В будущих веках Пророки это люди, через которых Бог говорил к нам К людям И потом это все записывалось И передавалось из поколения в поколение Так мы с вами имеем на сегодняшний день Священное писание Книгу жизни Библия Вот смотрите Если взять Я заглянула в интернет По поводу пророческих книг Прежде чем я начну читать И рассказывать вам о первой главе Пророка Исаии Он стоит первым Вот в перечислении Пророческими книгами В православно-богословской литературе Называют писания пророков Имеющие пророческий характер Таковы книги великих пророков Исаия Еремия Изыкииль Даниил И двенадцать малых пророков Осия Иаиль Амос Авдия Иона Михей Наум Аввакум Сафония Агея Захария И Малахия То есть все книги мы имеем Мы можем в Библии прочитать То, что Бог через них передавал нам Исаий стоит первым И я думаю, что его действительно пророчество Настолько мощное Потому что именно через него Бог давал нам в первую очередь Познать то, что придет Иисус То есть прийти ли воплоти Стать ли плотью Словом, стать ли плотью Ведь Иисус же претерпел такие невероятные страдания И Исайя об этом в Ветхом Завете Обо всем предсказывал И у меня нет никаких оснований не верить Потому что я вообще человек верующий А, ну да Я почему поставила компьютер Потому что у нас пасмурные такие дни сейчас Красноярские И я Сейчас уберу Потом И я Открыла Через интернет И увеличила текст Чтобы было Хорошо видно Так что Да простит меня Господь Я думаю, что Он Мне Кстати, по поводу Я не знаю, говорила Не говорила Он Он благословляет все это И знаете почему? Я размышляла по поводу интернета Размышляла относительно того От Бога Либо от дьявола Сие Интернет И я подумала о том Что если бы это было От лукавого То есть если бы это все было От дьявола Не было бы у нас Свободы с вами читать Писание Не было бы у нас Свободы публиковать Подобные сюжеты Вот я сижу Делюсь просто Своими откровениями Своим отношениям Своим мнением Сколько проповедей В интернете То есть Нашел бы, наверное Лукавый Как этому всему Не быть в интернете А все бы здесь Только и было бы Бесовское такое Понимаете Которое уводит нас От истины Но ведь нет Хотя я на эту тему Еще вот Рассуждаю Рассуждаю Спасибо, что я могу Прочитать крупнее То, что у меня есть Такая возможность Итак Исаия Первая глава Книга пророка Видение Исаии Сына Амосова Которое он видел В Иудее и Иерусалиме Во дни Озии И у Афама Ахаза И Зикии Царей иудейских Слушайте небеса И внимай Земля Потому что Господь говорит Я воспитал И возвысил сыновей А они возмутились Против меня Избранный народ Богом Еврейский народ Говорил и говорю И буду повторять Это Он избран был Богом Нам нужны примеры Человеку всегда В жизни Нужны примеры То есть мы Глядя На бытие Того-либо иного Народа Человека Конкретно Мы Делаем выводы Для себя То есть Получает У нас же Есть же поговорка Что учись на ошибках Других А не наступай Сам На одни и те же грабли Поэтому Естественно В первую очередь Библия Относится К еврейскому народу То есть Взывает все время Бог Вы одумаетесь Но ведь я же вас избрал Для того чтобы все Потом Уже потом В Новом Завете Мы с вами читаем И знаем Что все народы Все народы Имеют освобождение Имеют прощение Во Христе Иисусе Исповедуя Его Господом Я воспитал И возвысил сыновей А они возмутились Против меня Вол знает Владителя своего И осел Ясли господина своего А Израиль не знает меня Народ мой Не разумеет Увы Народ грешный Народ обремененный Беззакониями Племя злодеев Сыны погибельные Оставили Господа Призрели святого Израилева Повернулись назад Во что возбить еще Продолжающее свое упорство Вся голова в язвах И все сердце Исчахло От подошвы ноги До темени головы Нет у него здорового места Язвы Пятна Гноящиеся раны Неочищенные Необвязанные И не смягченные Елеем Земля ваша Опустошена Города ваши Сожжены огнем Поля ваши В ваших глазах Съедают чужие Все опустело Как после разорения Чужими И осталась Черь Сиона Как шатер В винограднике Как шалаш В огороде Как осажденный город Если бы Господь Саваоф Не оставил нам Небольшого Остатка То мы были бы тоже Что Содом Уподобились бы Гоморе Я Счастлива Что я имею Духа Святого И что я могу Сразу же Никуда не заглядывая Там не просить Чтобы мне там Какие-то толкования Дали Я понимаю Что я читаю Я понимаю Если бы Господь Саваоф Не оставил вам Небольшого Остатка То мы были бы тоже Что Содом Уподобились бы Гоморе То есть Все равно Праведники Есть Есть люди Которые верят Богу И из-за этого Из-за того Что есть Часть людей Которые Истинно Искренне Верят В Бога Он Дает Каждый нам Новый день Чтобы мы Все-таки Жили Он нас прощает Потому что Бог есть Любовь А Бог Долго терпит А любовь Долго терпит И он терпит 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 Надежды на то Что Мы с вами Одумаемся Если бы Господь Саваоф Не оставил Нам Небольшого Остатка То мы Были бы То же самое Что Содому Подобились Богоморре То есть Сожжены В пепел В пепел Не было бы Только потому Что среди Нас Всех Грешных Есть люди Такие Праведные Что Господь Из-за них Щадит нас Слушайте Слово Господнее Князья Содомские Внимай Закону Бога Нашего Народ Гоморский Он так Называет Народ Гоморский То есть Грешный Народ Грешный Вы можете набрать Содома Гомора И прочитать Что было С этими Городами Почему И как К чему Мне множество Жертв Ваших Говорит Господь Я Пресыщен Всесожжениями Овнов И туком Откормленного Скота И крови Тельцов И агнцев И козлов Не хочу Это Ветхий Завет Через Пророка Он говорит К сынам Израилевым Которые Жили по закону Которые Четко Выполняли закон Данный Моисею Через Моисея Израильскому народу Четко Абсолютно Как нужно Жертву Приносить Как Что делать Все по букве Закона Вот книжники Фарисеи Которые жили А закон Не соблюдаете Вот надо все Для показухи Не для показухи Лицемерили они То есть Бог судья Он видит Он видит Сердце Человека Даже Ветхом Завете Мы читаем Через пророка Ему Вот здесь Ваше всесожжение Ваши жертвы Вы посмотрите Как Это все Я сейчас О язычестве О язычестве То что происходит В наши дни В наши дни Читаем дальше Сейчас вы Услышите То есть Овны То есть Всесожжение Приносят В жертву Ягнят Эти Эти Барашков Барашков Туком Откормленного Скота То есть Курдюки Вот эти Да Тук Они их Отращивают Они их выращивают Они Самого хорошего Отдают В жертву И крови Тельцов И агнцев И козлов Не хочу Бог говорит Я не хочу Когда вы приходите Являться Пред лице моем Кто требует От вас Чтобы вы Топтали Дворы мои Посмотрите Как он Как он Говорит Кто То есть Вы приходите Являться Пред лицо Господа Кто требует От вас Чтобы вы Топтали Дворы мои Вы знаете Как устроена Церковь Сейчас все Там построено Я не знаю Как там Откуда С чего Строились Православные Храмы Как это все Я считаю Что это просто Рукотворные То есть Постройки Людьми Но чем они Руководствовались Я не знаю Но В писании Во второзаконии Там четко Говорится Как должна быть Построена Церковь Христова Как она Как она должна Быть построена Само действительно Здание Куда приходили Люди Поклоняться Молиться Общаться С Богом Каяться Все четко 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 И вот Перед тем Как войти В святая святых В святой святых Вообще не мог войти Простой человек Туда только могли Входить первосвященники Но в начале Предваряло Вот это Общее место Где происходили Молерны Двор Это уже Считалось Церковью Уже Считалось Церковью Это церковь Где люди Собирались Где сходил Дух святой Где они понимали Получали Благословения Откровения Где Бог Говорил с ними То есть там Особо Концентрировалось Вот это Присутствие Бога Особо Концентрировалось И вот этот Двор Где стояли Люди Он говорит Чего вы топчете Двор мой Вы понимаете Как понимать Этот стих По другому Как Кто требует От вас Чтобы вы Топтали Дворы мои Топтали Дворы мои Кто требует Кто требует Ему не нужны Никакие жертвы Что вот Мне надо В воскресенье Пойти обязательно Ему не нужны Жертвы Он хочет милости Он хочет Чтобы вы пошли По сердцу По зову Не топтать Двор Бога Церкви Его А чтобы вы Туда пошли Для того Чтобы встретиться С ним А не просто Стоять И топтать И время Отбывать Показуха Что значит Курение Не буду Останавливаться Курение Отвратительно Для меня Новомесячи И суббот Праздничных Собраний Не могу Терпеть Беззаконие И празднование Вот давайте Если это Если это В его Духе Если это По любви Если все Это Соблюдено Это Прекрасно Но если Это Просто Для Галочки Зачем Зачем Сколько В православии Праздников Сколько Их Придумано Я считаю Что это Все Язычество Это Все Шлейф Который Тянется От Язычества Где Все Это Насаждалось Все Это Навязывалось Людям Как Бы Даже Уводилось От Истины От Основного Просто Пообщаться С Богом В любви С ближним Своим В котором Господь Просто По любви Пообщаться Мы Должны Вот Потому Что Так Вот Сказали Мы Должны Вот Мне Сказали Я Побегу Сломя Голову На Какой Либо Праздник Если Я В духе Это Будущая Я Полечу Туда Ощущать Но Я Никогда Не Пойду Как На Эшафот На Какой Праздник Потому Что Там Написано В Писании Не Написано Об Этих Праздниках Это Все Язычество Все Язычество Это Все Тянется Шлейфом От Язычества Все Эти Праздники Которые Вводят Нас От Истины Я Это Понимаю Только Так Беззаконие Празднования Новомесячей Субботы Праздничные Собрания Не могу Терпеть То есть Это В Ветхом Завете Когда Люди Соблюдали Закон Он Же Его Дал И Он Же Потом Через Пророка Говорит Да Мне Это Все Противно Беззаконие Празднование Новомесяча Ваши И праздники Ваши Ненавидит Душа Моя А Небремя Для Меня Мне Тяжело Нести Их Говорит Господь В 14 Стихе Ему Тяжело Нести Их И И когда Вы Простираете Руки Ваши Я Закрываю От вас Очи Мои То есть Люди Молятся Поднимают Руки К Богу А Он Закрывает Очи Он Не Видит Он Не Слышит Потому Что Ложь и Лицемерие Сплошное И Когда Вы Простираете Руки Ваши Я Закрываю От вас Очи Мои И Когда Вы Умножаете Моление Ваше Я Не Слышу Руки Ваши Руки Полны Крови То есть Здесь Понимать Нужно Нереально Что Вы Пошли Там Убили Кого-то Там Запачкались В том Плане Что Сплошное Вот это Жертвоприношение То есть Вы Вы Совершаете Неугодную Жертву Богу Вы Жертвуете Совершенно Не то И Руки Ваши Вот эти От Жертвы То есть Когда Приносится Жертва Проливается Кровь Проливается Кровь И Она Нужна Богу Такая Жертва Знаете Боже Что Нам Негоже Ему Противно Все Это Я Не Слышу Ваши Руки Полны Крови Омойтесь Очиститесь Удалите Злые Деяния Ваши От Очей Моих Предстаньте Перестаньте Делать Зло Научитесь Делать Добро Ищите Правды Спасайте Угнетенного Защищайте Сироту Вступайтесь За вдову То есть Вместо того Чтобы поставить Птичку У меня Сегодня Значит Праздник Я ничего Не буду Делать Кто Там Чего Сказал Что в этот День Ничего Нельзя Делать Кто Вам Это Сказал В писание Написано Вы Господа Субботы Вы Господа Субботы Если Вам В этот День Нужно Помочь Ближнему Сходить Помочь Сироте Помочь Вдове Прийти Сказать Зная Что Вот Она Живет Там Одна Постучаться Сказать Я хочу Вам Окно Помыть Мне Бог Сказал Чтобы Я пришла Помогла Вам Сходить Вам В магазин Что-то Купить Вот Что Надо Богу А Не стоять Не топкать Его дворы Просто так Для галочки Посещая Церковь Тогда Придите И рассудим Говорит Господь Если Будут Грехи Ваши Как Багряная Как Снег Убелю Если Будут Красны Как Пурпур Как Волну Убелю Если Захотите И Послушаетесь То Будете Вкушать Благо Земли Если Жать Речетесь И Будете Упорствовать То Меч Пожрет Вас Ибо Уста Господни Говорят Как Сделалась Блудницей Верная Столица Исполненная Правосудие Правда Обитала В ней А теперь Убийцы Все Об Израиле Понимаете То есть Боялись Бога Жили Жили В добре И любви Жили В повиновении Не Для Галочки Не Лицемерили А А потом Блудницей Стала Верная Столица Заблудилась Реально Заблудилась Правда Обитала В ней А теперь Убийцы Убийцы Не те Что Я сейчас Пойду Кого-то Убью Человек Сам Сам Себя Убивает И Ближнего Своего Убивает Человек Уничтожает Сам Себя Серебро Твое Стало Изгарью Вино Твое Испорчено Водою Князья Твои Законопреступники И сообщники Воров Все Они любят Подарки И гоняются За мздою Не защищают Сироты И дело Вдовы Не доходит До них Взятки Поборы В церкви Вообще У нас Православные Все Я говорю Коммерческое Здание Супермаркет Супермаркет Не защищают Сироты И дело Вдовы Не доходит До них В писании Есть Конкретный Стих Заповедь Что Я на защите Сироты Вдов Я на защите То есть Он сиротом Отец И вдова Муж Я То есть И он хочет Чтобы мы Помогали Мы помогали Этим людям То есть Бог через нас Помогал На защиту Вставал Посему Говорит Господь Саваоф Сильный Израилев О Удовлетворю Я себя Над противниками Моими И Отмщу Врагам Моим И обращу На тебя Руку Мою И как В щелочи Очищу С тебя Примеси Отделю От тебя Все Свинцовое И опять Буду Поставлять тебе Судей Как прежде И советников Как в начале Тогда Будут Город Столица Между 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 Так Вот Модель Модель Жизни И он Здесь Говорит Говорит Через Пророка Себя Писали Я сегодня Родила Эти помидоры Я ухаживал За ними Я хочу Вам Принести Вот Бог Мне дал Я хочу Вам Передать От Бога Этот подарок Не деньги А то Что Вы Вырастили Вы сделали Вы над этим Потрудились Либо Либо Дал Бог Талант Что То Делать Как Я Сейчас Понимаете Вот Я Сейчас Я могу Научить Петь Помочь По крайней Мере Научить Научить Научиться Люди Не хотят Научиться Я Научить Хочу Мне Сейчас Предложили Наташа Приезжайте К нам Отдыхать Мы Мы Вам Не надо Вы Только Приезжайте Дорога Мы Вас Будем Содержать Кормить А Вы С Девочкой С нашей Позанимайтесь Почему Нет Почему Нет Я Не буду В руках Держать Деньги Я Не Буду Но Люди Мне Дадут То Что Они Хотят Дать Могут Мне Дать А Я Дам То Что Могу Я И Будут Говорить И тебе Город Правды Столица Верная Силон Спасается Правосудием И Обратившиеся Сыны Его Правдою Всем Же Отступникам И Грешникам Погибель А Оставившие Господа Истребятся Они Будут Постыжены За Дубравы Которые Столь Вожделенны Для Вас И Посрамлены За Сады Которые Вы Избрали Себе Ибо Вы Будете Как Дуб Которого Лист Опал И Как Сад В Котором Нет Воды Сначала Дает Стих Понимаете В Двадцатом Двадцать Восьмой Стих Двадцать Девятый Стих Они Будут Постыжены Они Будут Постыжены Постыжены За Дубравы Которые Столь Вожделенны Для Вас И Посрамлены За Сады Которые Вы Избрали Себе И Тут Же Дает Ибо Вы Будете Как Дуб Которого Лист Опал То есть Представляете Человеку Кажется Я Нормально Стою У меня Вон какая Крона У меня Вон сколько Листьев Я Я Давала Детям Своим Разбирать Сюрреалистичную Картину Где На Огромной Кроне Деревьев Не Листья И Вот Кто Что Видел Кто-то Видел Письма Кто-то Видел Мудрости Письма От Людей То есть Человека К Человеку Кто-то Видел Просто Заповеди Мудрости Ну Говоря Мирским языком Фразеологизмы Цитаты Которые Учат Нас Мудрые Цитаты А кто-то Видел Деньги На этом Дереве Кто-что И писали Рассказы По этой Картине Вы Ибо Вы будете Как Дуб Которого Лист Опал И Как Сад В котором Нет Воды Что Такое Сад В котором Воды Нет Объяснять Не Нужно И Сильный Будет Отрепьем И Делая Его Искрою И Будут Гореть Вместе И Никто Не Потушит Если Вы Искренне Веру И Если Я не Вижу Вашего Сердца Ваше Сердце Видит Бог Я Я Уважаю Я Я Всех Людей Люблю Всех Я Никогда Никого Не Буду Бечевать И Говорить Что Ты Неправильно Веришь И Ты Вообще Неправильно Что По любви Сказать Вам Эту Правду Потому Что Эту Правду Бог Сказал Через Пророка Исайю Я Прочитав Первую Главу Сейчас Рассказала Вам О своих Мыслях О своих Чувствах По этой Главе Если Вы Посещаете Храмы Церкви И И Искренне Верите И Делаете Это Не Для Галочки А По Величайшей Любви И Узрит Сердце Ваше Господь Благословит Он Вас Жить Будете Прекрасно Все Замечательно Но Тот Кто Сейчас У кого Сейчас Послушав Меня Где-то Хотя бы Чуть-чуть Там Как-то Чего-то Заскрепело И Вспомнил Он Как он Топтал Двор Как он Стоит Топчется А мысли У него Ой Мне Сегодня Постирать Надо Нет Не надо Сегодня Не стирать Сегодня Нельзя Стирать Наверное И мне Это То есть Он Не с Богом Он Не с Богом Общается Его Погладить Ой Терпеть Не могу Гладить Сегодня Не надо Погладить Сегодня Нельзя Гладить Сегодня Сегодня Воскресенье Вот Чего я Дура Не погладила Там Вчера Ладно Утром Проснусь Ой Рано Вставать Неохота Чтобы Утром Ну ладно Утром Проснусь Поглажу Уже Рубашку Мужу Все Рубашки Что-то Грязное Ни одной Нет Чистой Понимаете Мысли Мирские Мысли Посещают 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 Мы Если Мы В духе Не пребываем В церкви То мы Просто топчем Двор Топчем Двор И принося Жертву Неугодную Богу Просто Вы Самого Откормленного Овна Принесли Во все Сожжение А толк А толк И живете Спокойно И думаете О Я Пожертвую Все нормально У меня Я могу Жить Спокойно Нет Нет Законом Никогда Никто Не оправдается Никогда Хоть и дан Он был Через Моисея Хоть и дан Он был Но никто Не оправдается Законом Потому что Пришел Новый закон И если Сейчас Допустим Перейти Полностью К пониманию Мира Возьмем Конституцию Вот Простой Пример Конституция Закон Основной закон Государства Основной закон Закон Государства Израиль Государство Государство То есть Израильский Избранный народ Им был дан закон Через Моисея Чтобы они его соблюдали Они его соблюдали Искренно ли Ложно ли Там Фарисеи Там все это Лицемерили они Бог всем судья У нас Конституция Основной закон То есть Все Государство Начало строиться Именно тогда Именно тогда Когда выводил Моисей, израильский народ, из рабства? Из рабства, понятие, то есть рабство. И реальное рабство, когда они там вкалывали, и над ними там немало поиздевались. И рабство мыслей своих, рабство чувств своих, это тоже рабство, рабство, реальное рабство. Как хорошо, когда свободны. Познай истину и стань свободным. Никакого рабства. Так вот Конституция, вот основной закон. Выполняется она, не выполняется, понятно, что закон писан, но он не читан, не прочитан, то неверно, не неверно, значит, не понят. И в общем не исполняется. Мы же несколько раз принимали Конституцию. Все утрачена Конституция, которая была ранее. Приняли новую Конституцию. Так почему же вы пойдете, извините, со старой Конституцией, говорит, а вот здесь написано, вам извините, скажут, простите, но сейчас новая Конституция, вот же, вот, вот, от такого-то числа, такого-то года, вот новая же Конституция. Вы какой закон-то читаете? Какой вы закон читаете? И все. Иисус пришел для того, чтобы дать новый закон, новый завет. Он заключил с нами новый завет. Будьте благословлены. Мы об этом поговорим с вами в другой раз. Всего вам самого-самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова